Эта тема супер актуальна, потому что люди не хотят переплачивать. Если вот то, что лично я заработал, более 2 миллионов рублей. Я потратил год на то, чтобы это все решить. В итоге я купил за 240 тысяч, продал там более 3 миллионов рублей. Но я решил этот вопрос. Блин, я сейчас заеву. В этот момент я осознал, что, блин, если так будет продолжаться, я не увижу, как вообще растет ребенок. Потом она скажет, папа, ты кто? Где-то я переплачивал лоты, где-то я попадал на мошенников. Классно, бегаешь там, кричишь, а потом думаешь, куда этот лот продать. Вы выбрали тот вид деятельности, который находится в легальном поле. Вот никак к ней не притраться, блин. Где ты ее взял? Кто тебе ее сделал? За таких людей хочется порадоваться, что жизнь у них меняется кардинально. Сколько вам сейчас лет, Олег? 42. Вот если вам сейчас 42 года, вы начали этим заниматься в каком году? В 2013. В 36 лет что-то, так сказать, ударило в голову Олегу Владимировичу, и он решил начать заниматься торгами. А чем до этого вы занимались? До этого я был старшим инженером и занимались проектированием сферы энергетики. Для того, чтобы понять немножко, как инженерный подход, вообще инженерное дело связано с торгами? У нас организация, прежде чем делать проект, она, соответственно, участвовала в тендерах. Я готовил всю документацию. То есть, в принципе, мне эта тема была знакома. И в свое время, когда я понял, что хочу уволиться, заняться чем-то новым, соответственно, я понял, что, в принципе, торги – одно из направлений, где можно нормально зарабатывать. Какая-то личная прибыль чистая, какую сумму составила рекордная за время, пока вы занимаетесь торгами именно сами? Торгами, то, что лично я заработал, более 2 миллионов рублей. То есть, одна сделка. Это с одной сделки? С одной сделки. Суммарно примерно сколько вы сделали? Суммарно не считал, но где-то в месяц получается по-разному. То есть, где-то можно 500 тысяч заработать, где-то миллион, где-то полтора. То есть, чем, допустим, торги отличаются от других сфер деятельности, то, что здесь нет потолка. Во-первых, можно зайти с любой суммой. А чем мешает тогда 10 миллионов самому делать на торгах? Бюджет. То есть, бюджет для покупки? Да. То есть, можно со своими деньгами участвовать. Чем, допустим, еще хороши торги? То, что тут можно участвовать своими деньгами, можно участвовать чужими деньгами. Ну, сейчас, в принципе, модель монетизации фактически в любой работе такая, то, что если человек умеет что-то делать сам, хотя бы нормально, да, если это, тем более, голубой океан и что-то необычное, то он однозначно может еще и в том числе монетизировать свою экспертизу, которую он получил, да. Сейчас мы видим то, что люди самых разных профессий, помимо своей основной работы, занимаются тем, что еще и монетизируют свои навыки, которые они приобрели за время основной работы, да. Про торги хочется спросить. Вообще, когда это в России все начало зарождаться? И когда зарождается какая-то индустрия непонятная, то обычно в нее входят сразу какие-то аферисты. Как это в вашей индустрии проявлялось? Ну, на самом деле, торги давно, с 2011 года, даже, может, еще раньше. Олег Селефанов из Екатеринбурга давно специализируется по аукционам. Здесь главное держать руку на пульсе и точно оценивать спрос и предложения. Тогда еще об этой теме мало кто знал. И в основном там главную роль играли конкурсы направляющие. Плюс еще в то время торги проходили не онлайн, на электронной площадке, а проходили где-то в офисе. Соответственно, конкурс мог, если он заинтересован в покупке, лично сам, либо, допустим, сторонний человек, либо инвестор со стороны, он, соответственно, мог место проведения аукциона просто менять. То есть пишет одно, проводит в другом. Соответственно, люди приходят, нету в другом месте свой человек. Участвовали в основном свои и участвовали в основном единицы. Далее торги перешли в электронную форму. И, соответственно, сейчас любой участник может, находясь в любой точке страны, мира, участвовать в торгах. То есть даже можно где-то лежать на пляже в Турции или на Майорке, иметь ноутбук, иметь Wi-Fi, вставить электронную подпись поучаствовать в торгах и выиграть. Что он, например, выиграл? Он выиграл возможность покупки, скажем, машины, например. Машину он купил, например, за 1 200 000. И что он с ней дальше будет делать? Можно купить за 1 200 000, можно купить, допустим, за 600 000 рублей. То есть у нас есть такая методика, которую я лично разработал, называется методика Шелока Холмса, которая позволяет находить неприметные лоты, но которые высоко ликвидны, но о них мало кто знает. То есть если я правильно понимаю, то что покупка чего-то на торгах, это связано не только с тем, чтобы купил-продал, а это в том числе связано, если человек хочет сам себе что-то приобрести, например. А что вот вы себе приобрели из того, что вы себе оставили? Есть что-то такое? Ну, допустим, последний лот, который я купил, это вот в марте месяце я купил квартиру трехкомнатную в городе Надым, это север нашей большой страны, трешка за 1 707 000, это получается на 40% дешевле рынка. То есть в принципе ее можно оставить себе, можно там сделать, у студии сдавать посуточно, соответственно, получать пассивный доход. Ну а что то, что оставили себе? Был катер, который вот в Калининградской области, опять же, я поучаствовал в качестве инвестора, то есть у меня тоже такой опыт был, у меня ученик нашел катер, все, посмотрел, я, соответственно, профинансировал, мы, соответственно, этот катер купили, покатались, потом поняли, что, в принципе, можно его и продать. И тут же, кстати, нашли человека, заядлого рыбака, который сказал парню, блин, хочу этот катер купить, все, ну, хочешь, покупай, все. И заработали мы на этой сделке где-то, ну, 1500. Есть такие лоты, называется дебиторская задолженность, это когда одно предприятие должно другому предприятию, потом одно обанкротилось, и, соответственно, долг остался. И вот дебиторскую задолженность можно купить, я ради спортивного интереса купил долг одного физлица. Ценник изначально был 63 тысячи, цена упала до 19 рублей. Купил за 19 рублей, мы с конкурсом заключили договор сессии, он мне все документы прислал. Потом проходит какое-то время, я что-то так посмотрел, думаю, это нехота, что 19 рублей, 19 рублей. Буквально какое-то время проходит, мне смс-ка пришло 97 тысяч. Ну, что за 97? Кто мне? Товар разбираться, приехал в банк, они говорят, вот вам пришло, по сути, от конкурсного управляющего. Я ему звонил, он говорит, ну да. Человек хотел выехать за границу, его не выпустили, сказали, у тебя долг, надо погасить. Ну, соответственно, ей пришлось женщине погасить долг. Деньги упали конкурсом, конкурс отправила мне, то есть можно вот так вот. У меня тоже был пример, когда я в городе Ачинск, это Красноярский край, купил двухэтажное здание 533 квадрата за 3282 рубля. На тот момент еще действовало правило, кто первую подаст, тот и выиграл, а сейчас немножко другие правила поменялись. Я, соответственно, смотрел, кто там участвует и когда подают заявку. Я посмотрел, что ребята вначале подавали быстро заявки, потом расслабились, я понял, что на последнем этапе я их опережу. Опередил, стал первый. То есть я представлял это здание. Оно находилось в глубине территории завода. Было отключено от всех коммуникаций, чтобы представляли зрители, что это такое. Это, по сути, была бетонная коробка. То есть нет света, нет воды, нет электричества, нет тепла, то есть просто коробка. Тем не менее, буквально через два месяца я его продал за 500 тысяч. То есть если у человека в крови есть торговый инстинкт какой-то, то есть желание продавать и зарабатывать на разнице, то это один из новых вообще видов бизнеса, так сказать, видов предпринимательства. Даже можно сказать, что это новая профессия, но тут можно какую оговорку сделать? То, что здесь не надо любить продавать. То есть, по сути, лот продает сам себя. То есть если он на рынке стоит 100 рублей, ты нашел, что он стоит 30, но за 50 рублей ты его продажешь. Итак, это вот один из примеров, какие здания можно покупать в Москве, в Волгограде, в Екатеринбурге, в Тюмени, по всей нашей большой стране. Один из примеров, как можно совместно покупать крупные лоты, потому что, как показывает практика, на крупных лотах очень мало конкуренции. Вот это здание, площадь 1600 квадратов, участок земельный около 960 метров, ушел на торгах за 92 миллиона. Математика простая. 92 миллиона делим на 1600 квадратов, получаем стоимость квадратного метра 55 тысяч. В Москве за такие деньги просто не найти объектов коммерческого назначения. Тем более, что мы видим? Первый этаж полностью занимает пятерочка, соответственно, идет постоянный редный доход. Соответственно, когда есть трафик, а трафик как раз у нас идет туда, где есть магазины, можно на втором этаже дороже сдать квадратный метр, соответственно, посадить разные магазины, услуги, которые будут пользоваться спросом. Вложив буквально 300-500 тысяч, миллион, можно буквально с одной сделки вот на таких объектах получить 200-300 процентов прибыли. Мы с вами посмотрели, как на таких объектах можно хорошо зарабатывать, при этом очень маленькая конкуренция, потому что чем дороже объект, тем, соответственно, меньше людей, которые могут поучаствовать. При этом совместно можно такие объекты покупать. Но на торгах, кроме таких больших объектов, продаются разные объекты, разной ценовой категории, начиная от ноутбуков, фотоаппаратов, картин, монет, различной спецтехники, автомобили различной комплектации, начиная от «Жигулей», заканчивая «Мазерати». Далее, квартиры разной ценовой категории, окраины, центр, большие города, маленькие города. И гаражи, торговые центры, нефтяные скважины. Иногда, бывает, продаются шахты, в которых можно и золото добывать, и серебро. Каждый из вас, независимо, где вы проживаете, каждый из вас может найти лакомый, интересный объект на торгах по банкротству и, соответственно, купить на нем заработать. Участвуйте! То есть, фактически, это, можно сказать, ниша скупки. Но для того, чтобы понять немножко, вообще, в чем заключается деятельность вашей академии? То есть, основная цель академии – это не заработок на продаже курсов, на обучение. Мы, в основном, зарабатываем на покупке лотов. Покупка и продажа лотов для себя, для инвесторов, совместные покупки. Это первое. Второе – мы как раз для того, чтобы постоянно не летать куда-то. То есть, ты, допустим, живешь в Екатеринбурге, лот где-нибудь вообще во Владивостоке. Для этого мы создали сообщество, где каждый человек, который прошел обучение, он понимает, что нужно смотреть, где нужно смотреть, какие вопросы задавать конкурсам, какие документы смотреть. И если он сам не специалист, то где этого специалиста найти? На торгах можно купить все, что угодно. Наша задача – не купить какого-то кота в мешке, наша задача – купить какой-то конкретный ликвидный лот, который можно продать, на который можно заработать денег. Это бывшее отделение Банка «Гагаринский» в Новой Москве. Первый этаж жилого дома, площадь около 220 квадратов. И бизнес-идея уже готова. Помещение в хорошем состоянии, то есть есть ремонт. Его можно купить для сдачи, допустим, в аренду. Осталось взять в руки калькулятор и рассчитать возможный доход. Для того, чтобы понять вот эта технология работы на торгах, работы с лотами, сколько у вас заняло, чтобы ее можно было описать, ну, оцифровать, и чтобы вы начали этому обучать других? Илья, ну, смотри, понятно, что я не родился успешным, даже не родился, чтобы у меня все получалось. Понятно, что первые сделки где-то я вот терял деньги, да, где-то я находил лоты, и было первое желание победить. То есть, чтобы погладить себе по голове, о, я победил, да, видишь в протоколе, блин, ты первый, классно бегаешь там, кричишь, а потом думаешь, куда этот лот продать. Потом где-то я переплачивал лоты, где-то я попадал на мошенников, где-то у меня лоты буквально вот, которые я давно купил, только вот недавно продал, да. Все, учился на своем опыте. И, соответственно, только благодаря вот тому, что я вот не боялся, да, браться за неприметные, малоинтересные кому-то со стороны лоты, да, но я, соответственно, когда их анализировал, понимал, что да, там есть какая-то проблема. Но я эту проблему решу, хотя не знаю пока как. Но я знаю, что у меня есть специалист, который в этом вопросе занимается. У меня есть, в принципе, время, у меня есть деньги. Соответственно, когда ты это все собираешь воедино, ты понимаешь, что, в принципе, это все решаемо. Да, вот, допустим, у меня было в Тюмени, купил долю в домовладении, центр города, доля, это не квадратные метры, почти никого не было. Я, соответственно, юристу спрашиваю, как переводить долю в квадратные метры. О, там что-то там очень сложно. Я потратил год на то, чтобы это все решить, нашел юристов, которые у меня взялись, это были третьи юристы. В итоге я купил за 240 тысяч, продал там более 3 миллионов рублей. Ну, я решил этот вопрос. Я понимаю, что если этот вопрос решил, а другие не решили, соответственно, я в этой теме разбираюсь. Если я еще такой лот найду, я, соответственно, знаю, как на нем заработать. И либо вложусь своими деньгами, да, либо найду инвестора, который скажет, да, давай вместе поучаствуем и, соответственно, заработаю. На всех лотах я получал опыт, который с удовольствием потом стал передавать ученикам. Сколько людей уже обучили? На данный момент 8 тысяч. Как выглядит вообще? В каком формате проходит у вас обучение? В связи с тем, что у нас ученики находятся в разных городах России и мира, мы решили, что нам на данный момент больше подходит онлайн-образование. Он получает в личном кабинете уроки, которые может просмотреть. У него есть кураторы, которые могут ответить на любой вопрос. То есть фактически вы это создали, ну, то есть направление в виде академии, для того, чтобы, в принципе, тему как индустрию поднять вообще. Илья, можно посмотреть с точки зрения, вот чем наша академия отличается от обычного образования, да. То есть там отучился 6 лет, получил диплом, иди нахер, да. Кто даст работу квалифицированную? У нас, по сути, человек попадает в комьюнити, где получает друзей, получает кураторов, получает обратную связь от уже опытных учеников, да, которые купили не один десяток лотов, получает большое количество документов различных, которые практически, которые юристы не один раз отсмотрели. Кстати, по поводу документов. Неоднократно слышал обратную связь от учеников, когда они подавали нашу заявку, и конкурсы не мог к ней придраться вообще. То есть он говорит, я первый раз вижу такую заявку, которую, ну, вот с этой стороны, с этой... Вот никак к ней не придраться, блин. Где ты ее взял? Кто тебе ее сделал? И у нас таких документов очень много. Кому подходит вообще вот эта тема? То есть, например, мамам, матерям, например, домохозяйкам это подходит? Подходит. Подходит ли это кому еще вообще? Вот можете рассказать? Бабушки, студенты, слесари, у нас есть ученики, которые бывшие директора развития разных ритейлеров, предприниматели. У нас есть ученица успешная, у которой есть внуки Зоя Маслова, она уже на пенсии, и она купила на берегу моря гектар земли за 50 тысяч рублей. Многие подумают, блин, 50 тысяч рублей дешево, да, но она все правильно сделала, она проанализировала это место, она собрала документы, у нее тоже... Представляете, пенсионер, да, многие, допустим, только вяжут и все, а она прямо разобралась с компьютером, она разговаривала конкурсного, там, узнала всю информацию, поучаствовала, все, и победила. Олег Владимирович, а когда у вас был такой переломный момент, когда вот в 36 лет вы приняли решение, что все, из работы инженером, то есть вы уходите, то, что там в потолок какой-то уперлись, или из-за чего это произошло, и все, вы начали исключительно только торгами заниматься, вы же сначала совмещали, как я понимаю. Очень четко помню этот момент, это было воскресенье, я играл с дочерью, и какой-то момент я понял, вот она, смотрю, она уже ходит, я такой, а я не помню, когда она начала ходить. Потом она раз... Блин, я сейчас зарегу. Сколько вы как инженера зарабатывали? Сколько часов вы зарабатывали в неделю? С утра до вечера, постоянно, и выходные дни. И поэтому, я говорю, когда ребенка-то взял, она пошла, заговорила, там, папа, мама, я понял, что, блин, я при этом не присутствовал. В этот момент я осознал, что, блин, если так будет продолжаться, я не увижу, как вообще растет ребенок. Потом она скажет, папа, ты кто? И это была одна из причин, когда я, говорю, комок в горле, понял, что, блин, надо уходить. Я не сразу торгами занялся, я перепробовал там инфобизнес, форекс, акции. Я хотел, чтобы найти что-то, на чем я могу заработать, заработать при этом больше, и самое главное быть семьей. Вот ища вот этот способ, я как раз и пришел к торгам, когда я понял, что, в принципе, торги, чем отличаются всего остального. Все остальное эфемерно, да, там, форекс, ты этого не видишь, акции, ты этого не видишь. Торги, блин, это все вот осезаемо. Допустим, вот стены, окна, там, колеса, ну все есть. То есть можно померить, пощупать. В любом случае, этот лот останется с тобой. То есть это твердое? Это твердое. Я рассуждал так, да, даже если я куплю и не продам, это останется у меня. Вы выбрали тот вид деятельности, который находится в легальном поле. Полностью легально. То есть там юридически все, никакого кэша нету, то есть все очень понятно, прозрачно. Что вы слышите от ваших выпускников? Можете привести несколько примеров, то есть каких-то успешных, интересных случаев, ребят, у которых произошло прям становление в этой профессии и работа в этой профессии, им изменила жизнь. Евгений Сопрыгин из города Минусинск, это Красноярский край, тоже там ходит на костылях. То есть у него сломаны колени. Очень хороший автомеханик, мог разобрать, как он мне объяснял, значит, любую машину, там, вплоть до Мазерати. Но так получилось, что сломал колени сначала одно, потом второе. Что он сделал? Он не растерялся. И стал искать выход, на чем можно заработать. Познакомился с торгами, да. И, соответственно, буквально недавно мы с ним общались. Он покупает в Красноярском крае лоты, которые многие вообще не воспринимают за лоты, да. Он чистыми за буквально несколько месяцев заработал 800 тысяч, находясь дома на костылях. За таких людей, да, вот, за таких, прямо хочется порадоваться, что жизнь у них, ну, меняется кардинально. Поймали Артура. Вот, вы знаете, что в практике, то есть, если я кого-то рекомендую или что-то рассказываю, то есть, я стараюсь показать людей, которые через это все уже прошли. Артур является выпускником Академии торгов по банкротству, и ему 29 лет. Хочется спросить, Артур, пару вопросов. Как ты нашел эту тему, то есть, какой у тебя был запрос, когда ты искал вообще вот эту Академию торгов по банкротству, почему выбрал именно ее, ну и, соответственно, какие результаты конкретно? Для начала скажу, что на тот момент, пока я вообще встретился с той информацией, которая есть в интернете о торгах по банкротству, я работал сварщиком в городе Нижнекамске, Татарстан. В общем, зарплата у меня на тот момент была 20 тысяч в среднем, да, то есть, соответственно, я просмотрел мастер-класс от Олега Селефанова, это единственный на тот момент был человек, которому я лично доверял, так как всю информацию о том, что он говорит, можно было в открытом доступе проверить в интернете. То есть, это у меня сразу же вызвало доверие, соответственно, я сразу же просмотрел мастер-класс, увидел, что обучение стоит определенную сумму, мне не хватало, немного занял, правда, да, то есть, соответственно, сразу же погрузился полностью в обучение, обучение было очень простым, очень емким, и, ну, по моему мнению, доступно каждому школьнику. Как ты считаешь, ну, то есть, вообще, вот, что, какую ценность несет в себе вообще этот курс? Олег Селефанов лично прошел весь этот путь, поэтому это мне намного сэкономило время, то есть, вместо пяти лет я провел всего лишь около двух месяцев обучения в этих торгах. Если ты, говоришь, работал сварщиком, ну, ты такой, ну, наверное, уличный пацан. Есть такое, да, но прежде всего я работал не только сварщиком, у меня было очень много профессий, в которых я также добивался некоторых успехов. Повар был? Был и поваром, и барменом, и актерской деятельностью, также и на сцене выступал. То есть, фактически, ты искал себя, можно сказать. Да. До какого уровня заработка ты дошел после курса, ну, именно вот в этой нише? Честно скажу, открыто, в прошлом году, в ноябре, я заработал свой первый миллион. Что дает плюс ощущение, что ты в группе учишься? Что ты не просто онлайн-курс проходишь сам, там, где-то через свой, ну, там, глазок интернет, да, там, так сказать, назовем это так, а то, что ты в группе какой-то находишься, то, что ты попадаешь в комьюнити, что это дает? Прежде всего, это дает поддержку, так как я лично сам в основном пытаюсь и стараюсь продавать все лоты удаленно. Соответственно, за счет тех людей, которые есть в группе, допустим, если есть люди в Москве, я не еду в Москву, я сразу же связываюсь с ними, они смотрят лот и также приобретают либо удаленно, да, по своей электронной подписи, соответственно, мы делим процент пополам от прибыли. Как касаемо понимания, то есть, что еще дает именно обучение в группе? Комьюнити и работа в группе помогают, прежде всего, тем, что успехи других учеников меня подстегивают тем, что меня это задевает, так как у них результат больше, чем у меня, соответственно, мне хочется сделать еще лучше, чем они. Соответственно, я ищу и стараюсь больше углубляться в тему торгов, соответственно, находить разные варианты для того, чтобы заработать еще больше, чем я могу себе представить. Можете меня поздравить, я только что выручил 96 тысяч рублей. Вы только можете себе писать 96 тысяч рублей за металлолом. Обалдеть. Ну, наш вывод такой. Соревнование – это двигатель прогресса. Соревновательный инстинкт. Желаю успехов, благодарю за отзыв, за то, что нашел время встретиться. И самое основное, то есть, что если ты сам реализовался в этой сфере, теперь миссия помочь реализоваться другим. Ну, то есть, я думаю, что у тебя уже там на пути, как у наставника, целая там карьера может здесь построиться. Давай посмотрим через год, увидимся, там, попьем чаю, там, может, побегаем вместе. То есть, как-нибудь на наши забеги приглашу тебя, чтобы можно было посмотреть, как дела через год. Ладно? Отлично. Успехов, Лайшин. Спасибо. Познакомство. Вы сами продолжаете торговать? Только продолжаем торговать. Приведу факты, почему торги по банкротству в России будут очень долгое время. Каждый час в России банкротятся шесть предприятий. Второе. Возьмем крупную площадку Сбербанка СТ. Это самая крупная площадка. На ней на текущий момент размещено 89 тысяч лотов обанкротившихся предприятий. Одна из 55 крупных площадок. Вы учите работать на какой-то конкретной площадке или на всех площадках? На всех. И на всех площадках лоты не дублируются. А третий момент. У нас в первом квартале 2019 года на 48% увеличилось количество банкротств, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, чем в первом квартале 2018 года. Если по цифрам, это 12 тысяч человек. Первый квартал. У нас это командная, по сути, работа. Кто-то ищет лоты, кто-то заходит деньгами, кто-то просто инвестирует и хочет заработать. Сейчас очень много афер. Вот вы видите все время эти ютуб-ролики. Привет. Да-да, я обращаюсь именно к тебе. Ты готов зарабатывать от тысячи рублей в день, при этом не переводя никому ни копейки? Как заработать миллион? Получил заработанные деньги. Один волнующий меня метод. В своем кабинете на одном из сервисов. Вот всякой такой херни стало очень много. Ты думаешь, я пропускаю это видео, ну, как бы, ну, это не значит, что я не буду миллионером там, да, и ты пропускаешь его. То есть какие-то такие психологические ловушки обычно учат те, у кого засаленные рукава, как бы. Ну, то есть люди, которые сами за собой ни хрена не следят, помогают другим. То есть очень часто учить других идут теоретики. Сегодня низы, как бы, уже низы не хотят, а верха не могут. Такое есть выражение. То есть система образования не успевает адаптироваться, потому что каждый год вырастает куча новых ниш, новых каких-то разных интересных видов деятельности. И институты просто не успевают писать программы и пересописывать. Например, маркетинговый инструмент, который сегодня актуален, через три месяца нахрен никому не нужен. Ну, то есть и так никогда не было. То есть динамика, помните, вот эта геометрическая прогрессия. Вы в этой геометрической прогрессии придумали определенную бизнес-модель, при которой фактически вы можете продолжать компанию развивать. И вот это связано с комьюнити. Есть ли теоретическая часть, которую я бы мог изучить для того, чтобы вникнуть в это больше? То есть можно этому обучиться? Можно обучиться. И самое главное, что могу сказать, что на торгах по банкротству не важен возраст. Это первое. То есть может обучаться ученики быть студентом, быть пенсионером, мама здесь ребенком. У нас есть такие ученики, когда вот приходят, допустим, бабушка или мама посмотрели, они говорят, я хочу учиться вместе со своим сыном или со своим моком. Мы говорим, с удовольствием. Все, даем доступ, они оба смотрят. Соответственно, мама, допустим, разбирается с анализом, а сын разбирается, допустим, как участвовать на площадке, как регистрируют. Как оформлять документы. Как оформлять документы, как общаться и так далее. Это вот первый момент. Второй момент, что для участия в торгах не важно, какое у вас образование. И самое главное, вы можете заходить с любым бюджетом, находясь в любом городе России. У нас есть ученики, которые находятся в деревне. Правильно я понимаю, что это в основном купи-продай история? Нет. У нас есть ученики, которые сдают в аренду. То есть это может быть недвижимость, может быть автомобиль. Вот, допустим, Николай Романов у нас купил газельку с холодильной камерой. Соответственно, сдаёт в аренду и получает 20-ку каждый месяц. Я вот только хочу момент понять. То есть вы же не являетесь действующим профессором или ректором. А на основании чего дипломы выдаются? А завершение? Наша Академия торгов по банкротству имеет государственную лицензию об образовательной деятельности. Ну, хочу спросить тогда с точки зрения бизнеса. То есть какой у вас оффер? Сколько стоит обучение вот это? Коучинговый формат такой? Как это сказать? Может быть сопровождение? Где-то больше, где-то меньше. Зависит от пакета. Больше информации я даю на мастер-классе. Или я вам тогда дам мастер-класс, чтобы посмотрели, что такое торги по банкротству. Там приводим примеры, приводим протоколы, договора. Это вживую или онлайн? Это все онлайн проходит. То есть вы мне ссылку пришлете? Да, я вам пришлю ссылку. Я это тогда, пожалуй, размещу под нашим видео в виде передачи, которую мы выпускаем. Есть вопрос, гарантии какие? Да, у нас есть гарантии. Если человек в течение года не заработал в 10 раз больше, чем он вложил денег, мы ему возвращаем деньги. У нас есть много предпринимателей, которые хотели бы покупать что-то на торгах, но учиться они не хотят. Есть ли у вас в сообществе ребята, которым можно сказать, например, ребята, ищу иномарку, ну то есть у меня бюджет на покупку там 3-5 миллионов рублей, хочу иномарку, которая реально по рынку стоит там 8-10 миллионов. Могу даже пример привести? Вот у нас к ученику обратился инвестор, ему нужен был бетоновоз. Он его нашел на торгах, он стоил 15 миллионов. Цена опустилась до 5 миллионов 900 тысяч, он, соответственно, выиграл. Инвестор из города Сочи пригнал его в Калининград. Очень доволен, буквально вот недавно репортаж снимали с «России-24». Мы предложили 5 миллионов 900. Но фактически в три раза дешевле вы купили, чем выставлялась эта техника. Да, практически, да, практически в три раза дешевле. С дисконтом получается 9,5 миллионов. Этот бетонный насос приехал в Калининград из Краснодара. Такое приобретение, да еще со значительной скидкой, для владельца бетонного завода Зигфрида Петра оказалось удачей. И ученик получил 10 процентов. То есть от маржи или от... От покупки. То есть 590 тысяч. Сейчас очень сильно начинают орудовать судебные приставы. Сейчас оцифрована система штрафов, налогов. На таком уровне то, что аресты имущества растут с чуть ли не вертикальной статистикой. То есть у нас было рапортовано, что за долги ЖКХ у людей арестовывают имущество. Нужно понимать, то есть каждому человеку, что есть ниши, которые падают, есть ниши, которые растут. Есть тренды. А тема только в том и заключается, чтобы уметь отслеживать эти тренды. Изучив подробно, что ребята делают, историю Олега Владимировича самого, то есть я понял то, что это твердая тема, это реальный способ заработка, дополнительного дохода. И это реальность, существующая и развивающаяся индустрия. Моя задача вам дать во время, как куча ниш падает, ниши, которые растут. Вам благодарю, что вы откликнулись, пришли на нашу передачу. Желаю вашим выпускникам хороших, больших успехов в торгах. Вам желаю разработок новых технологий. Эта тема супер актуальна, потому что люди не хотят переплачивать. Каждый из нас ищет, в принципе, возможность не переплачивать, что-то купить, а тем более купить за бесценок. Мне кажется, что вы занимаетесь очень перспективным направлением. Здорово, что у вас хватило смелости уйти. Я надеюсь, что это все высвободившее время вы отдадите своей дочке, потому что, конечно, мы живем ради детей. Очень хороший пример. Олег Владимирович, благодарю, что пришли. Субтитры сделал DimaTorzok